Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мы находимся все еще дома и вещаем, как и прежде, дистанционно. Муфтеат Республики Дагестан объявил, что первый день месяца Рамадан приходится на 25 апреля. Это связано с тем, что в ночь на 24 апреля из-за густой облачности невозможно было увидеть в нашей республике признаки новолуния невооруженным глазом, следуя установлениям ислама и словам пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васаляма, выбрал для нашей умы очень легкий способ определения начала или конца лунных месяцев. Посланник Аллаха сказал, соблюдайте пост, увидев серп молодого месяца, и завершайте месяц тоже таким образом. А если из-за облаков или других вещей вы не увидите серп молодого месяца, вы завершаете, делайте 30 дней. Например, у нас завтра пятница 30 дней. Даже мы это делаем по сунне. Что этот хадис нам дает? Посланник Аллаха связал начало и завершение лунных месяцев видением серпа молодого месяца. Ибн Хаджин Аскадани в своих трудах говорит, Фатху-ль-Бари. Это нам дает, что если в будущем в нашей уме будут люди, которые разбираются в этой сфере, все равно то, что посланник Аллаху установил, остается для нас. Что касается новолуния, да, астономические расчеты на тысячи лет вперед могут сказать, когда новолуния. Но с новолунием наши ребята не начинаются. Пост не начинается, месяц не завершается. Новолуния – это когда приблизительно одной прямой находится Земля, Луна и Солнце. А для нас нужно неамение. Неамение – это когда уже серп молодого месяца человеку можно невооруженным глазом увидеть. Все имамы и ученые Дагестана объединились и сошлись на одном решении. Первый день месяца Рамадан наступает у нас 25 апреля. На практике нередко среди ученых, занимающихся исламским правом, имеют место разногласия о подобных вопросах. В разных регионах и странах решения о дате начала и конца священного месяца принимаются согласно местной специфике и потому могут не совпадать. В этом нет ничего удивительного и тем более противозаконного с точки зрения ислама. Главное – мусульманам следовать решению алимов своего региона, объявленного в Дагестане Муфтиатом Республики. Муфти Дагестана, председатель Совета Алимов Республики, шейх Ахматафанди, поздравил жителей страны с началом священного месяца Рамадана. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Дорогие братья и сестры, искренне поздравляю вас с началом священного Рамадана, времени размышлений, усердия, покорности и времени великой щедрости Создателя. Для мусульман пост в месяц Рамадан – это испытание крепости веры, милосердия помыслов и благородства поступков. Рамадан – это милость Аллаха, ведь не даром священный Коран, идеальное руководство, призывающее к благому и уберегающее от запретного, был ниспослан верующим как бесценный дар именно в этот месяц. В данный момент всё человечество проходит испытание опасной болезнью, которая заставляет нас жить изолированно друг от друга. Всевышний Аллах в Коране говорит смысл. И поистине за трудностью облегчения. Поистине за трудностью облегчения. Надеюсь, что такое великое благо, как свободное время, позволит нам с вами уделить больше внимания духовному росту, переосмыслить свою жизнь, настроиться на благое, ибо размышления о Создателе – лучшее поклонение. Рамадан – месяц ниспослания Корана на землю. Каждый год в течение священного месяца в мечетях по сложившейся традиции перед ночным намазом проводилось чтение Корана. Учитывая текущее положение в мире, подобные чтения священного писания будут проводиться в прямом эфире на официальной странице Муфтеатра Республики Дагестан в Instagram каждый день в 19.30. Первое чтение пройдет уже в этот вечер. В Дагестане зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки в Республике выявлено 113 новых случаев. По информации Оперштаба, в регионе зарегистрировано 567 инфицированных новым вирусом. Всего на сегодняшний день от болезни излечились 43 человека. 11, к сожалению, скончались. Примечательно, что число летальных случаев и количество выздоровевших в регионе не меняется с 21 апреля. Парк «Россия. Моя история» в Махачкале в связи с пандемией коронавируса готов предоставить свои площади для развертывания госпиталя. По словам директора музея Тимура Вельханова, интересы общества и благополучия дагестанцев превыше всего. Если будет соответствующий запрос от республиканских властей, то музейщики готовы пойти на этот шаг. Площадь исторического парка составляет 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, все его сотрудники являются сертифицированными волонтерами и также готовы оказать свою помощь. В Дагестане становится все больше больных пневмонией. Оперативный штаб республики пока не опубликовал данные по больным с таким диагнозом. Но врачи утверждают, что именно сейчас в Дагестане наблюдается пик заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, и наш коллега, редактор художественного вещания телеканала ННТ, Шамиль Махаев, находится в центральной больнице с диагнозом пневмония. И он сейчас на связи с нами. Шамиль, здравствуй. Как самочувствие? Приветствую, Махач. К счастью, в мое состояние с каждым днем все лучше. Сегодня у меня уже шестой день пребывания в центральной больнице Махачковой. И надо сказать, что я, как и многие дагестанцы, оттягивал свое лечение. Думал, пройдет и так, но не пройдет, друзья. Сидя дома, мы еще и с таким диагнозом рискуем заразить своих родных. Так, например, за все время пребывания моего больницы я постоянно наблюдаю за тем, как людей в стационаре становится все больше. Палаты заполняются. Практически у всех новых поступивших тот же диагноз, что и у меня двусторонняя пневмония. Отделение, в котором я нахожусь еще в пятницу, было пустым. А в субботу уже яблоку было негде упасть. Ноги отнимались, три дня. И три дня я начал кашлять кровью. А как проходит лечение? Прекрасно. Есть дома кто заразился? Нет. Никто заразился, ничего. Я один. А раньше было такое? Нет. Те, кто не осознает эту болезнь, пока на себя не примут ее, не поймут. Вся суть этой болезни, да. Вот здесь видно пациенты, которые как поступают, можно сказать, отдыхаются, не дышат. В данной ситуации вижу, да, их сам тоже в коридорах уже проходит. У них реабилитация, можно сказать, более успешная. В день с симптомами кашель, температура, затрудненное дыхание поступают до 120 больных. Лечить и оказывать помощь каждому врачи едва успевают. Многие из них уже забыли о выходных. Ситуация с распространением инфекции усугубляется запущенными формами, когда люди оттягивают обращение в больницу и занимаются самолечением. В таком случае итог может быть самым плачевным. Поступают до много пациентов, почти в 3-4 раза увеличился поток. И с этой целью мы перепрофилировали практически все верхние этажи шестиэтажного корпуса. И на сегодняшний день почти 280 пациентов с двусторонней пневмонией находятся у нас на стационарном лечении. Сейчас переполнены отделения, практически все терапевтические отделения заполнены пульмонологическими больными. И когда знаешь, что высока вероятность заболевания самого медицинского персонала, правда мы обеспечены средствами индивидуальной защиты, но люди работают. Симптомы у всех одинаковы и очень схожи с COVID-19. Вообще, само возникновение вспышки вне больничной пневмонии врачи также связывают с пандемией коронавируса. Самих коронавирусов на сегодняшний день свыше 40 штаммов. Но какой именно штамм, в каком регионе реагирует сегодня, превалирует, никто точности не может сказать. Но, к сожалению, да, мы отмечаем атипичность течения пневмонии на сегодня. А какие прогнозы у вас дали? Прогнозы, надеемся, скорее всего, ближе к майским праздникам появится солнце, а ультрафиолет – это самое пагубное влияет на этот вирус. Врачи подтверждают, что сейчас в республике пик заболевания пневмонии нового типа. И риски заражения до середины мая очень высоки. Поэтому все медики, лично я, как человек, которому пришлось столкнуться с этим недугом, лицом к лицу, хочу призвать всех вас по возможности находиться за дома. Да, вот такие вот прогнозы от врачей мы желаем нашему коллеге и всем тем, кто сейчас болеет скорейшего выздоровления. А тем временем продолжаем выпуск. В Дагестане раскрыто убийство, совершенное 16 лет назад в Каспийске. Следственный комитет республики завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Каспийск. 40-летний мужчина подозревается в убийстве махачкалинца, совершенном в марте 2004 года. Жертвой преступления стал человек, с которым у него сложились неприязненные отношения. Конфликт закончился выстрелами в голову 41-летнего потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте. В тот же день обвиняемый также угнал автомобиль, на котором перевез труп убитого и закопал его на окраине города. В совершении преступления подозреваемый уже сознался и признал свою вину. Дело передано в суд. В Хасаюрте начали отлов бродячих собак. Сотрудники махачкалинского МУП «Питомица» развернули работу по заказу городского управления коммунального хозяйства. Накануне мэр Хасаюрта Займудин Акмазов поручил навести порядок в этой сфере, в связи с поступающими от населения жалобами на большое скопление бездомных собак. Сотрудники питомца при обнаружении собак действуют по ситуации. Какие-то животные сразу идут на контакт и не оказывают сопротивления. Другие же, почуяв запах ловца и его машины, сразу убегают, а некоторые могут проявить агрессию. Член группы отлова стреляет в собаку шприцом с быстродействующим снотворным из специального орудия. В пресс-службе города отмечают, что всю работу, начиная с отлова до проведения медицинских процедур и беркования, могут при желании проконтролировать волонтеры. Дагестанец вошел в номинацию Forbes. Мухаммад Амирагаев, который разработал благотворительное приложение Туба, вошел в номинацию Forbes. По мнению экспертов, это настоящий прорыв в социальной деятельности не только на Северном Кавказе, но и по всей России и даже за ее пределами. Особенно сейчас, в период мировой пандемии, когда от оперативной помощи иногда зависит чья-то жизнь. Приложение, разработанное Мухаммадом, в разы упрощает оказание благотворительной помощи и обеспечивает прозрачность сборов. Через это приложение в различные российские благотворительные фонды переводятся деньги. Так, за время работы новой программы уже было переведено свыше 50 миллионов рублей. Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. Теперь иностранцы смогут подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращения об отказе уже имеющегося. Указом также предлагается исключить требования о проживании на территории России в течение трех лет. Не будет необходимости и подтверждать наличие законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они жили или живут в странах, входивших в состав СССР, без получения там гражданства. Аналогичным образом, эти меры исключаются и для иностранцев, состоящих в браке с гражданами России при условии проживания на территории нашей страны и наличии общих детей. На этом у нас все. Берегите себя. Всего вам хорошего. Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин